Казахстан Казахстан одна из самых богатейших в мире стран по своим природным ресурсам. Но при таких несметных природных богатствах народ Казахстана еле сводит концы с концами. Кругом нищета, безработица, уровень бедности согласно статистике раскрыт с каждым годом все больше и больше. Никаких позитивных перемен не только не происходит, но ситуация только ухудшается. По итогам 2022 года уровень инфляции только по официальным данным составил более 20%. Реальная картина обстоит во много раз хуже. В стране идут постоянно различные забастовки, протесты, которые жестоко подавляются властью. За любую критику власти режим сажает людей в тюрьмы, как это произошло с лидером нерегистрируемой власти партии Алга Казахстан Маратом Желамбаевым. Тотальная и бесконечная коррупция. Все богатства страны разграбил и продолжает грабить преступный авторитарный режим Назарбаева-Такаева. Они, их дети, родственники, владельцы всех тех несметных богатств, которые должны принадлежать народу Казахстана. Миллионы в нашей стране хотят перемен. Этот режим достал многих. И очевидно, что с этим режимом никаких перемен ожидать не стоит. Многие понимают, что падение режима неизбежно. Вопрос только в сроках. Кто-то считает, что режим падет через год, кто-то через 5 лет, а может и через 30 лет. Но точных сроков не знает никто. А может мы и Дарягу Назарбаеву видим президентом? А после нее сына Назарбаева отосели Сабаева и Талмана? Сын Такаева, Тимур, может стать президентом. Он тоже много языков знает. На худой конец есть еще Гога Ашкеназии. Хотите Гогу Ашкеназии президентом Казахстана? Для тех, кто не хочет, чтобы эти события произошли, я предлагаю другое наше будущее. Сегодня я в этом своем выступлении хочу озвучить план действий Координационного совета оппозиции, который позволит мирно сменить преступный режим Назарбаева-Такаева в кратчайшие сроки, а именно за год, прежде чем я поясню, каким образом возможно гарантированно и мирно, я подчеркиваю, мирно добиться отставки режима Назарбаева-Такаева. Давайте рассмотрим конкретный жизненный пример. Очень часто я получаю сообщения от своих подписчиков или сторонников, которые спрашивают, ну когда же падет режим? Сколько можно ждать? Представьте, у вас есть земельный участок, и вы хотите построить на нем дом. Скажите, вы задаете своим друзьям или знакомым такой вопрос, ну когда же, наконец, построится дом? Если вы зададите им такой вопрос, то они недоуменно посмотрят на вас, покрутят пальцем у виска, думая, что с вами что-то происходит нездоровое, и ответят. Первое. Вам необходимо найти деньги, чтобы спроектировать дом, заплатив за эту работу архитектором. Второе. Вам необходимо найти профессионалов, строительную подрядную организацию, которые, получив необходимые деньги от вас, построят этот дом, купив строительные материалы, наняв нужных работников, специалистов. Третье. Дом можно, конечно, построить методом АСАР, когда вы приглашаете на строительство дома своих близких родственников и друзей, но при этом необходимо все равно найти деньги на покупку строительных материалов, а также надо заплатить архитекторам за проект дома. Ну и очевидно, что даже при строительстве дома методом АСАР необходимы специалисты по строительству дома. И очевидно, что без финансовых средств и профессиональных строителей вы дом построить не сможете. Пусть даже месяцы или годы вы будете ходить вокруг земельного участка и вопрошать, ну когда же построится этот дом? Только тогда, когда вы профинансируете профессиональную строительную компанию, только тогда эта строительная компания построит этот дом и назовет вам точную дату его завершения. Так ведь? А теперь вернемся к мирной смене режима Назарбаева-Такаева. Первое. Мы же не просто хотим разрушить действующий преступный режим. Мы хотим построить новые демократические государства по образцу ведущих стран мира. Америки, Европы, Южной Кореи, Японии и других передовых демократических стран мира. Второе. Мы хотим жить как они, получать высокую заработную плату, достойные пенсии, пособия, уничтожить коррупцию. Третье. Мы хотим, чтобы наш народ контролировал власть и не позволил никому единолично захватить власть, воруя все богатства страны, как это делают Назарбаев, Такаев и их ближайшее окружение. Четвертое. Мы хотим сменяемости власти, честных и свободных выборов депутатов. Которые затем назначат имя народа министров и премьер-министра. Пятое. Мы хотим, чтобы народ избирал судей, честных и независимых, не коррумпированных. Шестое. Мы хотим, чтобы народ избирал Акимов на открытых и конкурентных выборах. И чтобы они зависели от народа, работали на народ. Одним словом, вот наш проект, как проект дома и его строительства. Нам нужно знать. Первое. Кто будет руководить страной в течение шести месяцев после мирной смены режима? Второе. Способны ли эти люди управлять так страной эти шесть месяцев после падения режима? Пока народ на честных и конкурентных выборов не изберет себе достойных лидеров, способных превратить Казахстан в динамичную страну в течение четырех лет. Пока победившая партия на выборах будет управлять страной. Третье. Мы должны знать, какие программы реализует эта партия. Одним словом, люди должны знать и понимать, что они получают взамен коррумпированного режима Назарбаева-Токаева. Если сравнивать со строительством дома, то что получает заказчик, владелец земли, когда оплатит проект дома архитекторам и само строительство? Дом тот, который по его заказу спроектировали архитекторы и построили строители. Так ведь? Таким образом, мы должны поступить и со строительством нового демократического государства. Есть заказчик, это народ. Проект это демократическое государство по образцу ведущих демократических стран мира. Мы, Координационный совет оппозиции, предлагаем реализовать этот проект народа. На примере строительства дома мы поняли, что на строительстве такого дома нового демократического государства необходимо обществу выделить средства. Профинансировать работу по мирной смене режима, чтобы можно было построить демократическую страну. Без усилий, без финансирования профессиональной команды людей, способных выполнить эту задачу, Перемены могут произойти через 2 года, через 3 или через 30 лет, когда эти коррупционеры окончательно разграбят страну и народ потеряет веру в лучшую жизнь. И в отчаянии выйдет на голодный бунт и снесет этот режим. Гарантированные перемены за год сами по себе не произойдут, как дом не построится без инвестирования финансовых средств. Для мирной смены режима необходима сумма 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге. Для многих эта сумма может показаться огромной и невозможной собрать. Но далее в видео я детально объясню, почему необходима эта сумма и как ее собрать. Необходимо иметь 3000 лидеров, по 3 человека, надежных и доверенных людей, друзей, коллег или родных, собранных в одну группу. В 16 городах страны это 1000 групп профессиональных революционеров, готовых за определенную плату круглые сутки заниматься одной единственной работой, организационной работой по мирной смене этого коррупционного и бандитского режима. Третье. Необходимо создать штаб оппозиции в Европе, в рядах которой будут работать 50 координаторов. Их задачей будет организовать работу этих 3000 лидеров в Казахстане, а также координировать в создании работы 4000 ячеек или 20000 участников ячеек. Именно эта ударная сила оппозиции, 30 тысяч лидеров и 20000 участников ячеек, должны взять на себя все усилия, чтобы добиться мирной смены режима. Четвертое. Необходимо создать за рубежом информационный канал с командой не менее 30 человек, способных организовать вещание различных программ на двух языках. Таким образом, координационному штабу оппозиции необходимо вывести из Казахстана минимум 80 человек в европейскую страну, чтобы создать полноценную команду по координации активистов внутри страны, используя секретные виды связи. Причем все эти люди должны быть проверенными и надежными. Мы должны решить им вопросы с визами, с разрешением работать в европейской стране. Причем надо иметь в виду, что у Казахстана в Европе есть посольство, и они, безусловно, получат информацию об их деятельности за рубежом. И очевидно, что их родные в Казахстане будут подвергаться давлению со стороны режима, чтобы эти люди прекратили такого рода работу против режима. То есть работа в штабе оппозиции в Европе, в информационном канале, в составе координаторов штаба, это испытание для человека, а не курорт или легкая работа. Не говоря о том, что эти люди должны иметь необходимые профессиональные навыки. Такие люди у нас есть. И сейчас задача состоит только в том, чтобы обеспечить их необходимым финансированием, чтобы они могли приступить к выполнению поставленных перед ними задач. Какие задачи будут стоять перед тремя тысячами лидеров, объединенных по три человека в одну группу и действующих в 16 городах страны? Первое. Каждая группа, состоящая из трех человек, доверенных и надежных, должна поддерживать контакт только со специальными координаторами штаба в Европе и в течение трех месяцев обязаны выполнить следующую работу. Через месяц своей работы группа лидеров из трех человек должна суметь вывести на митинги, которые будет проводить Координационный совет оппозиции, минимум 20 человек. Через два месяца группа должна вывести на митинг не менее 50 человек. Через три месяца группа должна вывести на митинг не менее 100 человек. Через 4 месяца работы каждая группа должна провести работу таким образом, чтобы в день финального победного митинга на сторону народа перешли не менее 5 силовиков с оружием. Каждая группа скрытно проводит, я повторяю, скрытно проводит постоянную работу в своем городе по расклеиванию агитационных листовок, организации митингов и различных акций. Таким образом, 3000 лидеров, 1000 групп обязаны суметь вывести на массовые митинги 100 тысяч человек по всей стране, а также в их рядах должны быть 5000 силовиков с оружием, готовых действовать на стороне народа в день победного митинга. Задача штаба обеспечить жизнедеятельность этой группы. Должна быть организована отчетность этой группы перед координаторами штаба, их постоянные ежемесячные финансирования, техническое обеспечение телефонами, компьютерами, рациями, спутниками, телефонами и другими средствами связи, чтобы эти группы могли координировать деятельность 100 тысяч человек в 16 городах страны, даже в случае полного отключения интернета и связи в Казахстане. Задачи перед 50 координаторами штаба в Европе. Первое. Необходимо обеспечить эффективную работу 3000 лидеров, а также 4000 ячеек, 20000 человек по всему Казахстану. Из числа 3000 лидеров, а также 20000 участников ячеек, координаторы штаба должны выявить группу профессиональных лидеров, способных возглавить массовые мирные митинги в своих городах, а также возглавить на срок 6 месяцев после мирной смены режима местные органы власти, акимы областей, городов, поселков и различные государственные компании. Через 6 месяцев на эти должности придут люди, назначенные новым демократическим парламентом или избранным народом на свободных и открытых выборах. Таким образом, координаторы штаба усилиями 3000 профессиональных лидеров, а также 20000 участников ячеек, на финальный победный митинг, который должен привести к падению режима, должны вывести гарантированно 200 тысяч человек на массовые протесты, а также 10 тысяч силовиков с оружием, перешедших на сторону народа. Участие силовиков с оружием обеспечит безопасность митингующих, а участие 200 тысяч человек приведет к тому, что выйдут дополнительно еще десятки тысяч, обеспечивая суммарную численность 500 тысяч человек на победном митинге. Такое массовое участие людей приведет к мирному падению режима. У режима нет сил противостоять такому количеству протестующих, в рядах которых будут силовики с оружием. Режим на данный момент располагает не более чем 20 тысяч силовиками, разбросанных по всей стране. В таких крупных городах, как Астана и Алматы, у власти не более 2500 силовиков. В миллионном Шемкенте менее 1000 силовиков. В других областных центрах по 500 силовиков. Теперь какая дополнительная работа будет стоять перед Координационным Советом Оппозиции? Нам необходимо добиться полной поддержки ведущих западных стран нашей деятельности, чтобы Запад оказал всемирное давление на режим Казахстана в виде различных санкций. Арест счетов Назарбаева, Такаева и их приближенных помог арестовать их активы за рубежом, полностью парализовав их возможность сопротивления, используя зарубежные активы. Необходима профессиональная работа с правительствами этих стран, с парламентами, а также с Европейским парламентом, Европейской комиссией и другими ключевыми институтами Запада. На эту деятельность также необходимо выделить средства на посещение этих стран, переговоры, перелеты, проживание в отелях и так далее. Теперь, прежде чем перейти к бюджету, думаю, важно пояснить, чем отличается группа, состоящая из трех человек, от ячеек. Участник группы из трех человек будет получать ежемесячные вознаграждения 500 тысяч тенге или 1000 евро. Заниматься круглосуточно, организационной и оппозиционной деятельностью на постоянной основе. Не работать нигде, работа только в составе этой группы. Участники ячеек занимаются своей деятельностью по возможности, когда есть время для работы в ячейке после своей основной работы в другом месте. Штаб планирует полностью финансировать работу 3000 лидеров, включая покупку различной техники. Работа же ячеек происходит на добровольной основе, не будет финансироваться штабом. Финансирование будет обеспечено только на распространение листовок и в случае необходимости будет оплачиваться работа адвокатов, если понадобится юридическая защита участников ячеек в случае их преследования со стороны власти. Теперь я хочу показать, каким образом у нас сформировался бюджет в размере 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенгея. Первое. Группы профессиональных организаторов мирных протестов. Количество 1000 групп. По 3 человека в каждой группе. В итоге 3000 человек. Сейчас вы увидите на видео, какое количество необходимо в Астане, в Алма-Ате и других городах нашей страны. Суммарно 16 городов. Для того, чтобы участники групп занимались только профессиональной политической борьбой, мы должны закрыть им все расходы по содержанию своих семей, а также организационные расходы, связанные с привлечением в свою группу не менее 100 человек, которые совместно с группой будут выходить на массовые мирные митинги. На эти расходы мы должны выделить каждому участнику такой группы ежемесячно по 1000 евро или 500 тысяч тенге. Участников групп будет 3000 человек. Следовательно, ежемесячные расходы составят 3 миллиона евро или в год 36 миллионов евро. Но с учетом того, что группа из 3000 человек будет набираться поэтапно в течение года, расходы в размере 18 миллионов евро, то есть в два раза меньше, а не 36 миллионов евро. Также необходимо каждому участнику группы приобрести телефоны, рации и другие расходы. На эти расходы мы заложили сумму 2 миллиона евро в год. Необходимо также учесть расходы на изготовление и печатание листовок, покупка специальной копировальной техники, различных скрытых типографий, так как власть не дает нам возможность размещать заказы в типографиях страны. На каждую группу мы предусмотрели расходы по 500 тысяч тенге в месяц или 1000 евро. В месяц таким образом составят расходы 1 миллион евро. В течение года 12 миллионов евро. Но с учетом того, что 3000 участников групп будет формироваться в течение года, мы рассчитали расходы в размере 6 миллионов евро в год, а не 12 миллионов евро. Второе. Расходы на ячейки. Мы полагаем, что будут организованы 4000 ячеек по стране. И на каждую ячейку мы запланировали по 200 евро в месяц или 100 тысяч тенге на печатание листовок и другие организационные расходы. Также мы планируем обеспечить ячейки спутниковыми телефонами, рациями, чтобы участники ячеек могли поддерживать связь со штабом в Европе и получать своевременные команды из центра. На все эти расходы предусмотрено 6 миллионов евро. Третье. Расходы на организацию поддержки от Европейского парламента, Еврокомиссии, Госдепа. 2 миллиона евро. Эти средства необходимы для организации поездок по западным странам, проведения переговоров и другой работы. Четвертое. Режим активно будет преследовать участников ячеек и групп по всей стране. Мы должны организовать их юридическую защиту, привлекая адвокатов и работу различных международных правозащитных организаций. Расходы на юридическую защиту активистов. 500 тысяч евро или 250 миллионов тенге. Пятое. Расходы на создание и работу информационных каналов в Европе и внутри Казахстана. Исходя из своего личного опыта создания различных телевизионных каналов, ну такие как телеканал ТАН, спутниковый канал К+, а также оппозиционных газет и журналов, мы планируем создать и организовать работу информационного канала, сайта, аккаунтов в YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. На эти расходы, включая расходы на покупку специальной техники, аренду и ремонт помещения, на массированную рекламу, изготовление различных роликов, снятие фильмов и так далее, мы заложили годовой бюджет в размере 5 миллионов евро. Шестое. Расходы на 50 координаторов в Европе. Аренда жилья, выплата оплаты труда 50 координаторов, оплата налогов в этих странах, покупка телефонов, компьютеров, оплата расходов офиса, все это составит 2 миллиона евро в год. Мы будем платить этим людям зарплату 3000 евро, из которых половина уйдет сразу на выплату различных социальных налогов в тех или иных странах. То есть координаторы штаба получат на руки 1500 евро в месяц, из которых 500 евро уйдет на аренду жилья, на оплату аренды жилья. Таким образом, суммарно расходы на организацию всей команды внутри страны и за рубежом деятельности групп и их техническое оснащение составит 41 миллион 500 тысяч евро. Теперь седьмое. Это дополнительные расходы. Надо иметь в виду, что при поступлении средств на Запад необходимо учесть налоговые расходы. Мы собираем средства через различные платформы на физических лицах, проживающих на Западе. Подоходный налог с физических лиц в этих странах достигает до 20% и более от поступивших сумм. Также надо учесть, что расходы на перевод средств этих платформ на счета физических лиц в зависимости от размера поступаемых сумм, расходы на конвертацию. Потом необходимо сделать обратный перевод этих средств участник групп в Казахстане, выплатить им тенге. Эти расходы составляют более 10% от суммы, которую мы туда переводим. Таким образом, общие суммарные расходы с учетом 20% налогов с физических лиц составят минимум 30% от 60 миллионов евро. То есть свыше 18 миллионов евро. Таким образом, суммарные расходы на формирование команды составят 41 миллион 500 тысяч евро. Плюс расходы на налоги, расходы на перевод средств, комиссия на конвертацию. Все это составит более 18 миллионов или суммарно 60 миллионов евро. Друзья, разве мы, наши дети, внуки не заслужили жить достойной жизни в свободном и сильном Казахстане? Поэтому нам необходимо приложить все усилия, совместные усилия, чтобы этого добиться. И каждый может сделать свой посильный вклад абсолютно безопасно. И мы считаем, что каждый, кто сделал свой финансовый вклад в общую победу, должен быть вознагражден. Поэтому в рамках нашего плана мы предлагаем вознаграждение таким людям. Программа вознаграждения будет работать следующим образом. Первое. Все те, кто сделает перевод до момента, как мы соберем 2 миллиона евро, получат вознаграждение по коэффициенту 100 в течение 3 месяцев после падения режима. Например, если вы сделали перевод в размере 1000 тенге или 2 евро до того, как мы собрали 2 миллиона евро, то после падения режима вы в течение 3 месяцев получите 100 тысяч тенге или 200 евро. Если вы сделали перевод в размере 10 тысяч тенге, 20 евро, то получите 1 миллион тенге или 2 тысячи евро. Хочу обратить ваше внимание. Неважно, какую сумму вы переведете, 1000 тенге, 100 тысяч тенге или 10 миллионов тенге, в любом случае коэффициент остается 100. Мы хотим быстро собрать сумму в размере 2 миллиона евро, чтобы часть средств сразу потратить на массивную рекламу этого проекта. И чтобы мы могли собрать всю сумму в кратчайшие сроки. После того, как мы соберем сумму 2 миллиона евро, коэффициент вознаграждения будет уже не 100, а 50. Такой коэффициент будет действовать до того, как мы соберем сумму 20 миллионов евро. Если вы сделаете перевод 1000 тенге, 2 евро, то получите в течение 3 месяцев после падения режима 100 евро. По такой же схеме с 20 до 40 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет составлять уже 30. А с суммы 40 до 50 миллионов евро коэффициент будет 20. С 50 до 60 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет 10. Как вы видите, больше вознаграждений вы получите, если сделаете перевод до того, как мы соберем определенную сумму. Друзья, еще раз подчеркну, что вознаграждения будут оплачены в течение 3 месяцев после падения режима. Вам будет достаточно предоставить подтверждение перевода. Еще раз напомню, что все переводы будут безопасны. Ни ваш банк, ни власть не будет знать, на что вы сделали перевод. Это будет просто покупка в интернет-магазине, никак не связанная ни со мной, ни с этим планом. Будущие расходы на выплату вознаграждения после мирной смены режима составят 2 миллиарда евро. Эти средства будут выплачены из конфискованных средств Назарбаева, Такаева и их окружения. Вот Такаев заявил, что племянник Назарбаева Кайра Сатабалды якобы вернул 1,5 миллиарда евро. И даже если вернул, то он вернул ничтожную часть средств, украденных у народа. На самом деле, состояние Назарбаева оценивается свыше 200 миллиардов долларов, не считая Такаева, родственников Назарбаева и их окружения. Помимо этого, Координационный совет оппозиций ранее объявлял программу срочных экономических мер, которые будут реализованы нами, Временным правительством Казахстана, в течение трех месяцев после падения режима. Первое. Списание всех потребительских кредитов граждан. Второе. Списание ипотечных займов на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Кредиты будут списаны у 7,5 миллионов человек. Третье. Выплата 5 миллионов тенге или 10 тысяч долларов каждому участнику победного митинга. Если, например, от вашей семьи участвует 4 человека, то суммарно вы получите 20 миллионов тенге или 40 тысяч долларов на семью. Подтверждением вашего участия будет определяться фото, видеокадрами по решению местных комиссий в 21 городах, состоящих из авторитетных представителей гражданского общества. Четвертое. Выплата 50 миллионов тенге или 100 тысяч долларов каждому члену групп, организаторов протестов. Это 3000 человек. Пятое. Выплата 50 миллионов тенге 100 тысяч долларов каждому члену ячейки победного митинга. Четвертое. Выплата 25 миллионов тенге 50 тысяч долларов каждому сотруднику силовых органов, полиция, военные, КМБ, прокуратура, включая курсантов, публично перешедших на сторону народа на победном митинге. Седьмое. Во избежание человеческих жертв все сотрудники силовых органов, перешедших на сторону народа на победном митинге, подлежат амнистии за совершенные ранние правонарушения. Теперь, конечно же, будет задан вопрос, а где взять деньги? Вот я хочу сообщить о источниках выплат. Первое. Национальные резервы страны на данный момент составляют свыше 90 миллиардов долларов. Конфискованы активы Назарбаева и его ближайшее окружение свыше 200 миллиардов долларов. Мы говорим, что перемен хотят миллионы. Что в нашей стране из 20 миллионов человек не менее 10 миллионов работающих человек и свыше 2 миллионов пенсионеров. Сейчас я обращаюсь ко всем гражданам страны, которые хотят перемен. Для реализации этого плана достаточно получить финансовый вклад от 1 миллиона человек. Тех, кто хочет перемен. И кто хочет сделать свой посильный и безопасный вклад и заработать многократно больше размера своего вклада. 1 миллион человек в течение трех месяцев могут отправлять по 10 тысяч тенге и 2 евро. И необходимая сумма 30 миллиардов тенге или 60 миллионов евро будет собрана за 3 месяца. И не будет никаких финансовых проблем для людей. Но есть люди, которые могут отправлять и большие суммы. Например, я сейчас получаю безвозмездную помощь в 100 тысяч тенге, 500 тысяч тенге, миллион тенге и больше. Но это, друзья, безвозмездная помощь. А я предлагаю план, который позволяет сделать не только финансовый вклад для мирной смены режима, но и заработать. И заработать очень много. И будет немало людей, которые будут вкладывать 500 тысяч тенге, миллион тенге и более. Поэтому необходимую сумму мы можем собрать усилиями, например, 100 тысяч человек, а не 1 миллиона. Уважаемые друзья, сторонники, сама власть и немало наших граждан будут критиковать меня, называть мошенником. Но я хочу еще раз напомнить. Я был одним из самых богатых людей страны. Я прошел тюрьмы, пытки, покушение на убийство, похищение семьи и многое другое. И обвинение власти и неких зомби режима, что я якобы хочу украсть эти 60 миллионов евро, что это якобы очередное мошенничество, это, друзья, очень смешно. Я имел масштабный бизнес стоимостью свыше 20 миллиардов долларов и мог жить, не борясь с режимом, не теряя своего богатства. Но я положил все свое состояние и свою жизнь на борьбу с этим режимом, чтобы построить сильный, демократический и процветающий Казахстан. Уважаемые сограждане, эта страна нужна нам. И только мы можем сменить этот режим и построить крутую страну, уважаемые друзья. Я призываю вас участвовать, помогать, инвестировать. И мы гарантированно за день год снесем этот преступный режим Казахстана. Алга Казахстан.